У меня такое ощущение, что после вчерашних событий в Беларуси многие люди, пережившие украинскую катастрофу, спали плохо или вообще не спали. Ну, судя по лицу Алексея Валерьевича Журавка, с которым мы ближе к двум часам ночи созванивались в последний раз перед тем, как отойти ко сну, он тоже спал очень и очень плохо. Валерьевич, приветствую. Привет. Ну, беда бедой происходит. Я смотрю на это все. Вот если телеграм-канал Нехта, который ведет гей из Польши, вот заменить кадрами, другие видео поставить из архива 2013-2014 года, то разница будет заметна только во времени года. Сейчас лето, а там была зима. Все остальное очень и очень похоже. И даже на Америку похоже. Вот когда европейские товарищи выходят, возлагают цветы на место белорусского Флойда, вот того придурка, который самодельное взрывное устройство, вместо того, чтобы бросить и убить милиционеров, оно у него в руках взорвалось. Понимаешь, меня берет отрыв. Что с белорусами не так? Что с властью? Почему начались какие-то торги с Евросоюзом? Почему они ведут себя именно так, хотя должны были наоборот, по-моему? Уменьшить давление на невиновных людей, то есть по беспределу не избивать. Но с другой стороны, всех причастных к организации захватывать, задерживать и быстро, оперативно, просто вот как тройки раньше были судейские, 15 лет, 15 лет, 15 лет, чтобы не повадно было. А где-то может уже и комендантский час и применение огнестрельного оружия на поражение для тех, кто не понимает. Знаешь, наверное, русского Ивана ничего не учат. Он добрый. Поэтому все сойдет. Вот, наверное, скорее всего так. А вот когда Шандарахни Иван начнет креститься, тогда, значит, он понял, что гроза прошла или молния ударила. Но может быть поздно. Может Иван выжить, а может не выжить. Но бывает. Наверное, надо, чтобы исторический фактор, ну, будем говорить, повторился, когда земель все больше и больше у нас отбирали. Какими возможностями? Какими целями? Какими войнами? Какая разница? Но они от нас уходят. Уходят. Это печально. А самое главное, что если взять по истории и по тому, что происходит. Вот именно когда кто-то начинает на Украине, там, на Белоруссии или в Белоруссии. Мне все равно. Когда начинают мышцы появляться, государство становится крепче, люди типа сплоченнее. И вот тут, ну, как и Россия сегодня поднимается, да, с колен, и ученые, и еще что-то. И летит куда-то в космос. Что-то создает, корабли строит. И тут появляются грязные ручонки. Европейские. И говорят, ну, хватит вам, товарищи белоруссии, украинцы, россияне, чем-то вырастать, богатеть. Вам надо, наверное, помешать. Как говорится, двинуть в одно место, так, чтобы вы разосрались, разбили свои дома, начали грызться в этих домах. Давайте мы вам такого, как гибридного укольчика дадим. Вот и начинается. Белорус бесится, русский Иван с ума сходит, украинка под стол визы, больше никак это не назвать. А все, что вокруг творится, пофиг. Ну, правильно говорят, что все начинается с тебя и родина твоя. И если ты не хочешь за нее постоять, хочешь, чтобы быть панынькою или панынькою, как там говорят, вылизывать одно место, всапать в поле, клубничку сажать, потом работать за копейки, а чтобы у тебя вокруг ничего твоего не было, значит, ты выбрала сама Путина. Так же сама Белорус. Ну, он считает, что там круче в Европе. Ну, не посмотрел на Украину. Он считает, что там все дадут. Ну, мы посмотрим. Только вот я, Сергей, хочу сказать, что Украина еще как-то по определенным принципам может выжить, но она развалится. Не надо говорить, что это их укрепят. Там еще Змей Горинич пройдет между ними белорусами и украинцами, попомнишь мне. И там может произойти Хатынь, второй раз, не дай бог. Там еще будет хуже, потому что от новых факторов зависит ситуация. Вот только не ляпнутся на эти же самые грабли украинского разлива. И все. И Белоруссия будет еще меньше. Только их, знаешь, куда загонят? В леса оставшиеся в Брянске. Назовем так. Еще какие. И это связано, знаешь, с чем? Невыгодно сегодня Европе будет содержать еще одну страну. Она будет враждебная. Все один к одному. Алексей Валерьевич, тут вопрос не в том, что выгодно, невыгодно Европе содержать новую любовницу. Вот Света Пикта сравнила Белоруссию с Украиной, как Украина старая любовница. А Белоруссия новая любовница, которую сегодня кошелек с ножками обхаживает для того, чтобы, извини, там орально и по-другому она его удовлетворяла. Вот Белоруссия как-то новая любовница, говорит старый, это ты такая всякая кривоногая и сахнушка. А я крутая, красивая, я все так умею делать. Вот меня он будет любить, этот Евросоюз. Ну, не будет этого. Не будет, я только что тебе сказал. Не будет никакой любви, не будет никакой помощи. Украина это живой пример. Она будет датироваться, чтобы хотя бы на минимуме как-то выживали люди, а все остальное это будет антироссийский проект. Все один к одному. Ты верно сказал, телеран, канали, забыли одни вещи сделать. Показать одно другое, а кое-что ты назвал. Ну, ты как, будем говорить, ведущий, ты имеешь право это говорить, я не имею права говорить. Вот. Поэтому в данный момент это будет еще один спецпроект, еще одна граница. И как люди умные говорят, мы до двух часов не спали ночи, да, мне многие пишут, с Белоруссией пишут, отсюда пишут, что ж мы ничего не делаем, что вообще происходит, неужели мы отдурели, неужели вы не понимаете, что это следующее будет Россия. Они же бьют по всем фронтам, прокачку, не прокачку делают и так далее, да. Вот то, что происходит сегодня, силой не смогли сделать, вот силой захватить. Справились силовики, они пошли по-другому. Своими ячейками на производствах, на предприятиях начинают баламутить воду, понимаешь, не все автомобилисты выезжали, гудели, а вы же не считайте, сколько автомобилей стояло в гаражах в эти дни, понимаешь, тут же никто на это не присматривается, но тем не менее, они все больше и больше проявляют агрессию, ну, разными, будем говорить, действиями, поэтому это будет проблема, если мы этим не займемся, я помнишь, тебе сказал, если силой не получится, ну, определенный момент, то должны союзные государства взяться за Белоруссию, чтобы не дать государственный перевод. Видишь, не получилось с них, они пошли по другому пути, более мягкому сценарию, ну, все то же самое, они же дети, они же мирные, они же, видите, защищают, ты что думаешь, полицию не подставляли, как с автобуса выходили, типа, и били, я сто процентов, это не полиция, я четыре раза посмотрел этот ролик, и у меня такое ощущение, что у кого-то был камугляж, автобусом подъехали, выстрелили, показали полиции и все остальное, там много моментов есть, может, засланные казачки были. Алексей Валерьевич, тут другое дело, когда бойцы с бойцами работают замполиты, ставят определенные задачи, а у бойцов в голове все четко прописано по полочкам, бойцы выполняют приказ, приказ своего непосредственного и вышестоящего начальства, а вот потом, когда бойцы, добросовестно выполняющие приказ, оказываются между молотом и наковальней, их ненавидит вот эта вот толпа змогаров, а с другой стороны, их предают свои же командиры, говорят, да, были отдельные антидостатки, да, наши менты, ОМОНовцы били людей неправомерно, нам за них стыдно, надо их наказать, это задница, я вот сейчас этот ОМОН и наших беркутят в Киеве, на Майдане вспоминаю, ведь один в один пацаны оказались подставлены, как они себя вели, это второй вопрос, это внутреннее расследование, которое не публично должны быть проведены, если надо, народа, ну а вот так вот выбрасывать тысячи парней и делать из них врагов белорусского народа, это скотство, и то, что министр внутренних дел себе позволил, я бы его за это просто расстрелял, чертовой матери. Ну, с этого и начинается все, понимаешь, я же еще говорю, если Белоруссия пойдет под слив, извини за выражение, как сливного бачка, ну это аукнет совсем, я не хочу разбираться в геополитике, я не хочу разбираться, как здесь говорят, вот, а что Россия сделает, а что союзные государства сделают, а с вами сделают то, что хотят другие, вот и все, я не хочу в этом разбираться, я знаю, чем это закончится для моего народа, войной, горем и трагедии в будущем, понимаете, вот Донбасс это живой пример, Майдан это живой пример, ну, вот оно есть, но это факт, Сергей, так же сама Белоруссия, я пытаюсь рассказать, ребята, если мы будем дальше играть по сценарию и игре дихней, от наших последних оставшихся государств, которые, ну, после Советского Союза остались, может в этот раз ничего не остаться, и я всем правду честно говорю, если рухнет Россия, не дай бог, я этого не хочу, это остался один единственный мирный, знаешь, как большой остров, поверь мне, весь земной шар загорится, они не в то время живут, они не понимают, чем каждое государство такой величины насыщено, они не понимают, чем эта игра закончится, даже те же самые американцы, вот в чем дело. Алексей Валерьевич, к сожалению, времени у нас до следующего эфира буквально три минуты, поэтому заканчиваем сейчас разговор, думаю, нам будет о чем поговорить и в дальнейшем, на следующей неделе наверняка уже будут подробности всего происходящего, вскроется что-то тайное, вот это мы и обсудим уже в следующий раз. Спасибо тебе. Я все-таки надеюсь, что в Белоруссии будет все хорошо, надеюсь. Очень хочется надеяться, счастливо. Итак, это был Алексей Журавка и программа «На самом деле». Ненадолго покидаем вас, чтобы вернуться и продолжить. Пока. Субтитры подогнал «Симон»